Я не знаю, странный ли я, но я думаю, что большинство людей такие. Мы тратим много нашей энергии и нашей жизни на мысли о противоположном поле сексуальности и всем таком. Мне хотелось бы услышать об этом от вас. В этом нет ничего странного. Просто твой ум оказался во власти твоих гормонов. Это не ты, а всего лишь компульсивное поведение, не так ли? Когда вы были детьми, для вас не имело значения, какие репродуктивные органы у мужчины или у женщины. Но как только внутри вас заиграли гормоны, вы уже не можете думать за пределами этого. Весь ваш ум полностью захвачен вашими гормонами. После определенного возраста, когда эта игра гормонов ослабевает, это перестает иметь значение. Вы оглядываетесь назад и не можете поверить, что все это совершили вы. Тело знает только одно. Выживание и продолжение рода. Оно больше ни о чем не беспокоится, не так ли? Беспокоится ли ваше тело еще о чем-нибудь? Так что если вы пойдете путем исполнения желаний тела, возможно, вы получите какое-то удовольствие. С телом все в порядке. Просто у него есть ограничения. Вот и все. Нет ничего плохого в том, чтобы быть ограниченным. Но это не предел. Вот и все. Разве быть ограниченным — это преступление? Это не преступление. В этом нет ничего плохого. Но в своей жизни вы всегда будете неудовлетворены. Вот и все. Неважно, что у вас есть, сколько у вас есть, вы все равно будете неудовлетворены этим. Сейчас вы все время думаете о противоположном поле. Допустим, завтра я сделаю вам подарок. Все женщины мира падут к вашим ногам. Вы все равно останетесь неудовлетворены жизнью. Да? Вы все равно останетесь неудовлетворены своей жизнью. Определенно, это не выведет вас за рамки ограничений. Это доставит несколько приятных минут, немного удовольствия, возможно, немного боли. В этом нет ничего плохого. Я не хочу сказать, что это грязь или что-то в таком роде. Нет, все в порядке. Все в полном порядке. Но вы будете жить в пределах физического тела. Если вы живете в пределах физического тела, оно заботится только о выживании и продолжении рода. Оно больше ничего не знает. И в каждый момент вашей жизни, неважно, куда вы по-вашему направляетесь, вы поднялись в гору или спустились с горы, тело этого не знает. Каждое мгновение тело идет прямиком в могилу. Никуда больше. Не так ли? Вы думаете, что бываете во многих местах. Вы думаете, что приехали в Индию, что вернулись в Ливан, поднялись на гору, спустились с горы. Ничего подобного. С каждым шагом тело движется только прямиком к могиле. Никуда больше, кроме могилы. Просто сейчас вы молоды, гормоны играют, и вы забыли об этом. Постепенно, с течением времени, становится все более и более очевидным, что тело движется к могиле. Если вы заботитесь только о физическом теле, а вы в любом случае потеряете его, страх становится просто образом жизни. На днях, возможно, вы не смотрели новости, 4-5 дней назад умер Джордж Бест. Вы знаете Джорджа Беста? Слышали о нем? Он был одним из величайших футболистов. Он умер. Он умер до начала программы «Целостность»? Он умер как раз перед началом программы. Я видел несколько заметок о нем. Этот парень по фамилии Бест был великим футболистом. Он был прирожденным футболистом. И он ушел отовсюду, из всех клубов. Окончательно ушел, чтобы пожить своей жизнью. О нем говорили. Каждая кинозвезда, каждая популярная кинозвезда или модель, или они кого-то еще называли, любая незнаменитость. В то или иное время все они побывали в его объятиях. Иногда его сопровождали сразу три девушки. Но к 35 годам он превратился в сломленного несчастного человека. Он умер 56-57 лет. Это был сломленный, несчастный, разочарованный человек. Смерть – это не проблема. Проблема в том, какую жизнь вы проживаете. Не так ли? Он прожил ужасную жизнь. Он удовлетворил все потребности тела. Но таково тело. Если вы попытаетесь сделать ограниченное безграничным, это приведет к страданию. По-другому и быть не может. Возможности тела ограничены. Если вы попытаетесь свести все к нуждам физического тела, вы будете страдать. Поэтому не делайте этого. Немного эмоций, немного желаний, немного общества. Старайтесь как-то управлять этим. Но не имеет значения, что вы делаете. Если вы честно посмотрите на свою жизнь, вы увидите, что все еще недовольны жизнью. Не так ли? С телом все в порядке. Нет ничего неправильного в желаниях тела. Просто возможности тела очень ограничены. Оно может сыграть только определенную роль в вашей жизни. Если вы попытаетесь распространить это на всю свою жизнь, вы будете страдать, потому что вы пытаетесь обмануть себя. Правда жизни в том, что тело должно играть только определенную роль в вашей жизни. Сейчас, когда вы пытаетесь распространить это на все аспекты жизни, вы определенно принесете себе страдания. Страдание придет миллионам разных способов. Некоторые думают, что они безупречны, что с ними ничего не может случиться. Но через некоторое время вы увидите, что с ними произойдет. Жизнь пропустит вас через свои жернова миллионом разных способов. Она сделает это самым неожиданным образом. Да? Вы видели, как это происходит с окружающими вас людьми. Так что с вашими гормонами все в порядке. Но это компульсивное поведение. Если вы живете компульсивной жизнью, вы проживаете жизнь раба. Не так ли? Да? Вы хотите быть рабом? Что-то внутри вас не хочет быть рабом. Не так ли? Внутри вас есть нечто, что не может быть рабом. Являетесь ли вы рабом чего-то или кого-то, но как только вы становитесь рабом, неосознанно, у вас вытягивается лицо, у вас будет печальный, удрученный вид. Когда вы были ребенком, вы были такими, потому что не были настолько порабощены. Медленно, по мере того, как различные виды компульсивных привычек берут над вами верх. В вашей жизни все идет отлично. Ваш бизнес налажен, ваша семья в порядке, у вас хорошие отношения, вы зарабатываете деньги и все в таком роде. Но постепенно лицо вытягивается в печальной мине. Вы совершаете отчаянные поступки, чтобы быть счастливыми. Чем богаче и старше люди становятся, тем более и более отчаянные поступки они начинают совершать, чтобы быть счастливыми. Не так ли? Да? Вы не видели, что они вытворяют на планете. Забудьте о полете на Луну. Так что появляется все больше отчаяния, потому что вы стараетесь сделать маленький аспект своей жизни всем. Так это не сработает. Особенно сегодня, когда сама культура становится такой. В большей степени это свойственно западным культурам. Страдания безмерны. Они страдают безо всякой причины. Все хорошо. Физически все хорошо. У вас все отлично устроено. Здравоохранение, страховка, автомобили. У всех все есть. Но люди бесконечно страдают. Почти каждый второй-третий человек принимает лекарства для поддержания психологического равновесия. Это не назовешь радостью. Да? Когда вам приходится каждый день принимать таблетку, чтобы оставаться в здравом уме. Не так ли? Определенно вы каждый день находитесь на грани срыва, потому что вы превратили маленький аспект своей жизни во всю жизнь. Вот и все. Жизнь просто берет свое. Так что не идите этим путем. Все должно играть определенную, но не преувеличенную роль в вашей жизни. Если вы попытаетесь делать физический аспект всем, это не сработает.